Всем привет! Сегодня ролик будет снова посвящен бизнесу на винтовых сваях. Я попробую немного приоткрыть за кулисье данного направления бизнеса и рассказать о деталях. Как я и говорил в предыдущих роликах, в 90% случаев строительного бизнеса есть сезонность. Данный вид бизнеса не исключение. И если у вас в регионе снег лежит с октября по май, то вероятность того, что у вас будут заказывать монтаж винтовых свай, стремится к нулю. Что же делать в межсезонье, когда заказов на монтаж практически нет? Выход из данной ситуации только один. Это заниматься производством и складированием винтовых свай на будущий строительный сезон. Обязательно попутно надо запускать предпродажу с бесплатным хранением винтовых свай. Проще говоря, можно запустить акцию, предложив клиентам поставить бронь на винтовые сваи на выгодных условиях. Выглядит это примерно так. Успейте купить винтовые сваи прямо сейчас по предпродаже с бесплатным хранением до весны у нас на складе с выгодой до 20%. Или можно еще так написать. Заключите договор на монтаж и продажу винтовых свай на будущий строительный сезон прямо сейчас и получите бесплатное хранение до весны и скидку на все 20%. Я не говорю, что зимой от подобных акций у вас будет просто шквал клиентов, но часть будущих клиентов вы точно закроете в договор. Надо понимать, что монтаж свай на винтового фундамента – это не эмоциональная покупка. И принятие решения о сотрудничестве именно с вами и вашей организацией – это всегда игра в долгую. Зачастую закрытие клиента от момента первого обращения до принятия решения в пользу вас составляет до 1 года. То есть цикл сделки может составлять 12 месяцев. Это совсем-совсем немало. Так что надо учитывать этот факт и быть к этому готовым. Кто же является основными клиентами на продажу и монтаж винтовых свай? 80% всей аудитории клиентов – это частники, которые строят себе дом, баню, пристройку и так далее. Дома они строят обычно каркасные, сипы, оцилиндровки, из лыстыка, из бруса. Неважно. Выбор фундамента они предпочли отдать именно свайно-винтовому фундаменту. Остальные 20% – это подрядчики, посредники, строительные организации и прочие. Они зачастую покупают готовые сваи и делают монтаж самостоятельно. Именно они являются основными покупателями свай в межсезонье, так как строят они не только в нашем регионе, но и в соседних. Возвращаясь к теме межсезонья, самый-самый мертвый месяц – это январь. Тут уже ничего не поделать, но это так. Вся страна отдыхает 10 дней и потом еще очень долго приходит в чувство. Я уверен, что данный месяц затрагивает большинство бизнес-направлений и не только строительный бизнес уходит в затишье, а процентов 70 всего бизнеса. Именно поэтому большинство собственников бизнеса предпочитает провести январь где-нибудь в Таиланде или в другой теплой стране, так как работы практически нет. На этом на сегодня все. В следующем ролике я расскажу, как заработать 45 тысяч рублей чистыми за 5 дней на винтовых сваях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Добавляйтесь в друзья. Всем буду рад. Все интересные ссылки, как всегда, в описании под роликом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok